Казачество сильно своими традициями, своим бережным отношением к истории и воспитанию подрастающего поколения в патриотическом духе. Это еще раз подтвердили военно-спортивные соревнования «Малые казачьи игры». Смотрите наш репортаж с этих традиционных соревнований. В 15-й раз состоялись «Малые казачьи игры» среди казачат младшего и среднего возраста, из казачьих классов и групп казачьей направленности, общеобразовательных организаций Славянского района. 11-я Маевская школа имени Героя Советского Союза Николая Кирилловича Пархоменко гостеприимно приняла эти соревнования. В казачьем образовательном учреждении всегда рады посодействовать хорошему делу. Атаман Славянского районного казачьего общества Александр Семко сказал, что развитие казачьей смены в числе приоритетов. Это дети, которые в дальнейшем должны быть патриотами своей родины, которые должны любить и малую родину, и большую родину. И которые должны нести добро в наше общество. Проведена большая работа и хочется, чтобы на таком уровне, который мы сегодня проводим играми, проводились все мероприятия, где царит в первую очередь дружба, где царят в первую очередь казачьи законы, и где царит именно понимание того, для чего мы здесь находимся. И вот сам дух 11-й школы, 28-й, 46-й, они действительно дух казачий. И когда видишь раскрытые и радостные глаза детей, и хочется и работать, и понимаешь, насколько это важна работа. По-прежнему живут казачьи традиции. Воспитание здорового образа жизни, укрепление нравственных основ, формирование у молодых казаков высокого патриотического сознания, чувство верности своему отечеству, процесс многогранный и творческий. Немаловажно всерьез заинтересовать подрастающую казачью смену, чтобы они чувствовали себя в центре внимания. Малые казачьи игры у нас проводятся каждый год, привлекаются средние классы от пятого до седьмого класса. Ребята показывают, уже показывают хорошую физическую подготовку, и они, как настоящие будущие защитники, стараются показать себя, показать и защитить сейчас школы. Казачья школа всегда показывала большие результаты. И вот сегодня, даже здесь, на перекладнице, когда мы судили, мы удивились, что они прошлогодние результаты увеличили. Это радостно, быть мужественным, сильным. Это была традиция казачья. С пяти лет казака, казачонка молодого, уже усаживали на коня. И эта традиция, она и продолжается. Поэтому мы и проводим эти казачьи игры. Для того, чтобы хорошо выступить на этих состязаниях, нужно было иметь меткость и верную руку, чтобы преуспеть в дартсе и стрельбе и с пневматической винтовки. А также необходимо продемонстрировать быстроту в беге на 30 метров и силу в подтягивании на перекладине. Сегодня знаменательный день, мы готовились к этому дню. Все ребята наши хорошо настроены, на позитиве. Хотим выиграть, естественно, все для этого сделаем. Обязательно нужно, чтобы команда была дружная. Один за всех и все за одного, как говорится. Но самое главное, это сила, духа и сплоченность. Девочки не были лишними в казачьих играх. Они чувствовали себя уверенно во всех видах соревнований. Участницы состязаний из 11 школы были рады, что именно здесь проходят казачьи игры. Я горжусь то, что именно в нашей школе происходят такие мероприятия. И мне нравятся такие мероприятия. Мы все очень долго готовились. И я думаю, что мы займем какое-нибудь достойное место. Настроение самое крутое, что вообще может быть. Мне очень нравятся такие конкурсы. Музыка играет, песни везде. Ну это прям здорово. Накал соревнований повысился, когда дело дошло до комбинированной эстафеты, что была очень интересной и зрелищной. И где ребята продемонстрировали немалую выучку и тренированность. Но самые яркие эмоции у участников и болельщиков вызвало перетягивание каната, где требовались сила и слаженность движений. В финале команда 39-й школы уверенно победила. Все участники так увлеклись борьбой, что не заметили, как пролетело время соревнований. И все виды закончились. После подведения итогов было проведено награждение в личном и командных зачетах. Команда Анастасиевской 28-й школы стала победителем 15-х малых казачьих игр. Я очень рад, что мы победили, потому что мы все долго готовились, дружно, всем помогали как морально, так и с тренировками. И это большая награда для нашей школы. Серебряные награды у хозяев соревнований из 11-й школы. А на третьем месте в общекомандном зачете были казачата из Черноярковской 48-й школы. Победители и призеры получили грамоты, кубки и призы из рук атамана Славянского районного казачьего общества. Соревнования надолго запомнятся их участникам за удивительную атмосферу честной борьбы, дружбы и взаимопомощи. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Продолжение следует...